Пришло время нашей команде стартовать в Лиге Европы. У Апайла тактика необычная, домашняя. У них есть кака, но это не тот кака, это более какашный какой-то кака. У него 35 лет, старенький, чрезвычайно заинтересован. Но ты нам не нужен кака. Я выбрал вот такую схему на текущий матч. Путин, Амрани, Свети, треугольник в нападении. Центр поля защитник, треугольник это Гузит, Жири и Ебле. Ну и линия защитников тоже полностью перестроена по сравнению с прошлым матчем. Отделе, Таргат, Ханли и Мари в воротах Ломба. Я его менять не стал, потому что хорошие матчи проводят. Тем более нам очень важно здесь стартовать хорошо. Группа легкая достаточно, потому что, ну, кто Аустра, что ли, серьезно, современный, это к Зениту. У них, ну, кого Аустра, и кто, вот этот кульчевый игрок. Осман, Хакиджич в воротах, ну, если в воротах кульчевой игрок, то тут бояться вообще некого. Ну, кто это, ну, что это, сильный игрок, по-вашему, да нет, не особо. Мы их должны побеждать, металлист, более известная команда нашей публики, да. Ну, у них есть и голодки, и футболисты достаточно. Ну, что, ну, что это? Это что, великий игрок, что ли? Так себе, ничего особенного в нем нету. Жиральда, ну, что, тоже самое. Ну, такой средненький, средненький футболист. Харьковский металлист. Это, я бы не сказал, что великолепная команда, да. То есть, мы, мы фавориты в своей группе, и мы должны выходить с первого места. Видим, что в заявке отсутствует Александр Лыбиневский. Можно ли сказать, что этот турнир не... Да при чем здесь? Я говорю так, что сезон длинный, мы должны прибегать к ротации. Что здесь непонятного? Так, у них тактика какая-то, знаешь, оборонительная скорее. Потому что они рассчитывают отобороняться, причем они у себя дома играют, и рассчитывают отобороняться. Нужно флангами играть больше, больше флангами, потому что, если мы... Так, нет, Перес, я тебя слушать не буду. Вот этот негр у нас все знает. Так, прессинг всегда, да, давай, прессинг, давай. И, страстно скажу, соберитесь, покажите, на что вы способны. Амрони и Путин это восприняли ближе всех к сердцу. Так, ты, пожалуйста, играй в том же духе, что и раньше, и, бле. Так, и хочу, чтобы Марье тоже вспомнил, как надо играть в футбол, да. Все, поехали. Больше таких забросов, больше контратак. Я их попросил контратаковать. Но я надеюсь, что это нам поможет. Но преимущество пока на нашей стороне игровое. То есть, возможно, что так у нас не получаются опасные удары, повороты. И я-то при чем? Я же на поле не нахожусь. У меня-то все получается. Бузит, вот это вынес, вот это зарядил. Путин, давай, на индивидуальном мастерстве. Ну, что это такое, Путин? Нужно мастерство было, твое сейчас. Где оно было? У Эблея уже есть желтая карточка, кстати. Там Рани. Ну, куда ты бьешь? Ну, не хотелось бы, чтобы Эблея сейчас получил второе предупреждение. Ну, слети! Ну, что это было, Наим? Так нельзя играть в футбол. Да, уан Лима. Будем перестраиваться. Будем перестраиваться, это совершенно точно. Я скажу так, идите вперед и забейте в пол. Значит, Эблея, Эблея садится. Эблея проводит слабую игру. И нам не имеет смысла сейчас обороняться. Нам сейчас нужно идти вперед. Так, а мы можем выпустить? Можем выпустить Крапанеса. Скорее всего, Крапанеса мы и выпустим. Крапанеса сюда. Поменяем местами Самрани. Так, что касается Рауле, будет сюда, ты сюда. Вот так вот. Амрани, атакующий диспетчер. Да, слети, наверное. Давай, слети, ты будешь инсайдом. Пойдешь, будешь там углы резать. Пойдешь, поможешь Путину в нападении. Да, что касается инструкций. Держать мяч, играть короткий пас. Так, играть узко. Без навесов. Это вам не надо. Входить в штатную смечу. Снизить темп. Понимаешь, аккуратненько, спокойненько. Вы должны этот матч довести сейчас до победы. Да, чтобы узнали. И тут не надо, не надо изобретать ничего. Пусть они, пусть они там как хотят, так и располагаются. Здесь наша команда должна делать их. Потому что по технике, по технике. Как бы они там не выстраивались, да. Какое бы у них там построение не было. Вы должны технических просто разрывать. Да, но пока этого нет. Пока этого нет. Не работает наша тактика, видимо, да. Так, кто плохо играет. Амарани устал. Бузит устал. Жиль. Жиль еще не так уж плохо. Вместо Бузита надо выпустить в конце. Он может добавить игре что-то новое. Так, Дюкш. Дюкш. Если мы вот так вот сюда слетим, поставим. Вот так. А вместо Морани выпустим Дюкша. Потому что Дюкш может быть. Может быть будет даже лучше в этой ситуации. Он острый форвард. Может себя проявить. Оба задумались. Великие философы современности. Блин, ну почему кто-то атакует. Атакует я же. Я забыл поменять. Ты представляешь. Они, блядь, у меня контратаковали. Надо же было им атаку поставить. Я только сейчас заметил. Только сейчас заметил свою грубейшую ошибку. Ошибку менеджера. Я им не сказал, что надо в атаку уехать. Они же контратаковали, бедные. Ждали ошибок соперника. Вот сейчас только пошли в атаку. А я думаю, что не получается. Что они не атакуют даже. Вот, перешли в атаку. Путин был. Все. Это... Это... Я думал, что не так, блядь. Как? Ну даже у великих тренеров. Даже у великих тренеров случаются какие-то затмения, да. Ну здесь Лети хорошо выдал. Путин забил. Без шансов. Молодец. Давид свой момент реализовал, что называется, да. Но мы бы могли, я думаю, больше голов бы забить. Если бы... Если бы я увидел раньше, что их контратаковать прошу. Это пенальти. Ставь пенальти. Дюкша уронили. Ну ладно, выиграли. Самоглавное, три очка заработали. Я извиняюсь, ребята. Я скажу так, что я... Ой, не нажал никуда. Ну ладно, недоволен качеством показанного футбола. Потому что вы все равно плохо играли. Даже вы на контратаках должны были их побеждать. Вот так вот. Ха-ха. Да, а то понимаешь. Ну что касается анализа, явно видно, что соперник обладает гораздо более скромным подболом игроков. Да, и то, что у нас, ну, Мари, пятерка. Ханли. Вот Ханли что-то делал. Мало технико-тактических действий. Но, естественно, что мало. Потому что у него... Он играет защитника. А эти вообще ничего не создавали там. Понимаешь, он все и выигрывал. И поэтому Ханли, ну, знаешь, на троечку наиграл. Но, в принципе, здесь можно ему четверку ставить. Потому что он не ошибался. Он не ошибался. Он... Ну, то, что делал, он делал. Ну, как сказать. По объему маловато. Поэтому 4 с минусом, 3 с плюсом. Где-то так вот на грани. Леторгат. Наконец-то научился играть в короткий пас. Наконец-то у него брака меньше стало. Больше выполнил технико-тактических действий. Да. Так, подожди. Отборы. Таргиз делал. Перехватов. Много сделал. Ну, да, красавец. Леторгат. Хорошо провел мяч. Это пятерка с плюсом. И на Одди. Ну, не 100% точных передач. По передачам беда. Но он там много выносил. То есть он... Вот если у него убрать точные, да, то видно, что он 4 раза разорил обстановку. Это плюс-минус. Вот. Так. Ну, меньше 80%. Еще и на вес неточный, да. Но делал достаточно перехватов. Правда, вот один раз в круг ошибся. Не сыграл головой. Так. Сделал 3 отбора. Ну, на 4 наиграл. Эбле. Был рано заменен. Но свою функцию выполнил. В принципе, по передачам у него проблем нет. Много ошибался в перехватах. Отборы. Где-то делал, где-то не делал. Сыграл на 4 с минусом. На крайней стройке. Леонардо жил хорошо по передачам. Но он в основном по период давал. Мало обострял. Так. Что касается вверха. Два в... Ну, на своей половине самое главное, что он выиграл. Вверховые единоборства. Отборы. По отборам хорошо. Но, правда, одна ошибка все равно есть. Перехваты все сделал. Да, все сделал. Все сделал. Молодец. Так. Ну, значит, можно поставить пятерку. Бузит хороший объем выполнил. Много передач давал. Пятерка. Тут даже перехваты у него были. Грубых ошибок не было. Ну, тут, конечно, брак небольшой есть. Небольшой брак есть. Но это не страшно. 90% точных передач самая главная пятерка. Слети много ошибок в передачах. Так. Что касается его... Ну, на его счету голевой пас. Да, так что это обострение. Он сменил позицию, да. Много ошибок в навесах. По движению тоже далеко не все здорово. Ошибался. Так. Вверху не играл. Слава Богу. Потому что там был бы вообще... Что за то, что бы творил. Удары мимо. Много было. На четверку сыграл, но только из-за голевого паса. Не было бы голевого паса. Это была бы низкая оценка тройка. Валит Амрани. Много пасовал. Большой объем выполнил. Но явно поддох в конце. У него, так, по движению претензий нету. По пасам нету. Навесы хорошо. В принципе, для навесов половина прошло. Так. Перехваты даже делал. Но это пятерка. Амрани. Путин. Ну, что тут говорить. Он освоил некоторые технические приемы, которые мне писали в комментариях, чтобы Путин, значит, ходил через центр, да, чтобы он финтил, чтобы он бил на точность. Он это все осваивал. В ущерб, возможно, развитию, да, своему. Но у него за это межсезонье, если давать игрокам отдыхать, да, у них и выносливость немножко подрастает, да, и самообладание, да, игра без мяча. То есть он полномерно развивается. Не так сильно растет, конечно, уже два сезона прошло, да, он не сильно улучшился именно по характеристикам своим, да. Зато он именно освоил технические приемы, благодаря чему он будет лучше играть. Естественно, в этом матче пятерка прошел, забил решающий, ошибок в передачах нет, по движению, ну вот и были ошибки, но в принципе он обводил, здесь в офсайды попадал, но у него обводки, обводки безошибочные. Вот, ну и даже два перехвата сделал, вверху там в основном проигрывал, но это, ну это понимаешь, он, он, он же два выиграл в чужой штрафной. Это своей штрафной, защитникам требования такие, чтобы они не проигрывали. Вот у нас, допустим, взять Ханли, да, он, он выиграл три. Литаргат, вот одно проиграл, но он проиграл в чужой штрафной, то есть это уже, это уже функция защитника. Если ты там выиграл, да, это хорошо. Если ты проиграл, это не страшно, как для защитника, да, это только тебе в плюс, если ты там выиграл, ты же можешь гол забить, да, или скинуть нападающих. Вот. А если ты в своей штрафной проигрываешь, если посмотреть на АПЛа игроков, да, вот кака, он вроде у себя тоже выигрывал, этот, а вот этот вот проиграл, видишь, патрик, вот. Это говорит о том, что, что это очень все опасно и нельзя, нельзя себе позволять. Правда, я не понимаю, почему им не зачитывают. Вот, смотри, вот, проиграл, насколько я единоборств проиграл, блин, такие, розак, да. Вот этот у своей штрафной проигрывает, это все, это все от того идет, да, вот, Лиасос, Лиасос, да, понимаешь, вот полный Лиасос, так играть нельзя. Здесь у этих, даже по по самому, если смотреть, 34% точно передачи, ну, кто так играет. Причем они на своем поле, они совершенно были не готовы, игроки АПЛа, к игре, да, и очень мало, видишь, футболистов высокого уровня, то есть кто больше 80% точных передач сделал, того еще можно как-то понять, да, а вот остальные 68, да, капитан команды делает, причем он делает, ну, вот этот пас, ну, куда ты его давал, вот, да, 70, ну, в принципе, АПЛ не такая шлабая команда, я думал, у них будет хуже по пасам, но оказалось, что, оказалось, что тут все гораздо, гораздо лучше, если смотреть статистикам матча, да, мы, естественно, по всем показателям их произошли, у нас точность передач выше, но они единоборств больше выиграли, вот что, то есть на это сделали ставку, но это связано с тем, что мы неправильно играли во втором тайме, надо было мне этих чудаков-салазу попросить действовать, действовать поумнее, именно, чтобы они переходили в атаку, они у меня контратаковали, ладно, ЦСКА обыграл Брюгге, 1-0 Дубия, там еще Дубия, там еще живой, да, 28 лет, там еще ЦСКА играет, да, так, где еще наши, там, Дубин проиграл в Манчестер Сити, тоже в концовке, агу, это, завалил им, так, спатак, ну спатак это, это, это кошмар, и он, как обычно, какие-то спацы достанутся, да, и они сливают, ха-ха, я смеялся, все, там без шансов, там 3-0, что, у спатака удалений нету, ничего нету, а кто их сейчас тренирует, этот спатак, я, я даже, даже, даже не знаю, не интересовался, а, кто тренировался, Франк Веркоттера, да ладно, что же, нанимают, понимаешь, великих специалистов нанимают, на работу, ну даже, ну, не сказать, ладно, не сказать, что там великих, он в Кройлях советов, он же в спутинге работал, да, вот, но, понимаешь, толку-то нету, вы можете их менять, как хотите, так, Дима Камбаров, он уже 29 лет, уже синка, скоро не будет, Ислам Абакаров, ну вот, Надежда Московского спатака, Ислам, был Ислам Аглов, кто помнит, такого футболиста, ставьте лайки, это Ислам Абакаров, это, наверное, в честь Ислам Аглова назвали, ну, это хотя бы Абакаров, тут сочетается, куда бедно, блин, так, а, что-то как, Ариока еще, смотри, составит, да, Рафаэл, что, 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 соскучился по Александру Викторовичу, конечно, у тебя там Веркоттера загонял, наверное, не дает, блин, мяч катать и до седа, а, то еще тут у них, ну-ка, Промес, а вот что-то у Промеса тут скорости маловато и техника, он гораздо, гораздо, в компании сильнее, о чем-то весь его, послови, о, Дениска Давыдов, ну, это, это надо посмотреть, на решение атаки, я не знаю, сколько у него, но это великие будущие спатака, да, конечно, вы, елки-палки, какое будущее спатака, это смешно, 47-й номер, да, это кошмар, кошмар, и Каюмов тоже, вот, будущее спатака, да, понимаешь, ну, куда с такими, это смешно, это непоказательные игры, самолисио, ну, да, русский парень уже с паспортом, да, ну-ка, играет в Россию, гражданство России, ну, русский, русский парень, я же говорю, так, ладно, спатак, это все понятно, Милан, Коноплянка играет за Милан, за Пауку, молодец, Локомотив проиграл Цурику, Цурику-то уж проиграл, ну, это стыдно, из всех российских клубов только ЦСКА выиграл, понимаешь, все, остальные все летят, ну, ладно, ладно, Рубин, нормально, сыграл, с сильной командой, да, спатак в хлам проиграл, вот уровень, да, Валенсия и спатак, испанского чемпионата и нашего, у нас же спатак же, они одни из лидеров считаются, а здесь Цурик, Цурик, это что за команда, Цурик, у них даже нет менеджера, нет капитана, нет вице-капитана, один игрок из Туниса, понимаешь, и они натянули Локомотив, это Смородская, это тебе позом, потому что самый дорогой игрок 2 миллиона стоит, да, а у вас, давай, Локомотив, давай, вот, игроки, 16 миллионов, Зюбов Локомотив, кошмар, Челлука, понимаешь, тут огромный состав, вот, вот, вот сколько игроков, да, Виталий Денисов, даже если таки страна, ну, ну, я не знаю, как так можно, как так можно, Яковлев, понимаешь, Яковлев, ну, это, это, это не растет вообще, какой был, такой остался, у него прогресса нет никакого у этого Пашки Яковлева, да, ну, как это вообще возможно, Талкранов, ну, совсем, что-то, с командой стало, так, Аякс Дженова, ну, да, Севилья, вот, Леон победил, Слово, на Блатисло, Тьяго Силова забил, автогол, что ж Тьяго Силова, да, центральный защитник, ха-ха-ха, ну, да, ну, да, Металлисты Аустрия сыграли в ничью, 0-0, да, это уровень этих команд, АПСЖ, ну, тут продолжают гонять Верати и Ибрагимовича, устал человек, дай отдохнуть, тренер, нет, блядь, гоняет его и гоняет, и Ибрагимовича то же самое, ну, что, ну, дай отдохнуть, что нету, а он травму получил, симулировал, ну, так, все, я, не буду пока больше играть, как хочешь, так, без меня обходить, вот, так, ну, и все, вот тут Байер унизил Тобзан Спорт, смотрите, особо не на что, надо, чтобы вы знали, Валера, Валера Карпинт сейчас тренирует Кубань, воспитывает молодого Малата Овсиенко, надежда в Сиаруси, ну, кстати, я посмотрел Россия, да, самый, самый перспективный игрок России, это Александр Егошин из Ростова, да, вот он мне, говорит, в пердях там не рождается, посмотри, это чудовище какое, это похлеще Путина он будет, я не знаю, какой у него рейтинг, да, но у него командная игра сумасшедшая, 19, пас есть, значит, завершение атаки 19, но он не самоблатан, а самоблатан не маленькая, этот Егошин, это, это, понимаешь, это, вот, ага, ри, ну-ка, подожди, так, карьера, да, родился, блин, ну, например, лиги, правда, в Уфе, да, но все равно, все равно, ну, рождаются, рождаются сильные. Кстати, тренер сборной России Бен Шустер, да, я много пропустил, называется, называется, во Франции застроял, даже не знаю, кто сборную России тренирует. Кстати, кому интересно, на чемпионате Европы, Россия выступила, ну, не так уж плохо, они вышли из группы с Исландией, Норвегией, Румынией, удивительным образом, в конце, как обычно, у нас график из моды России, понимаешь, победа, ничья, поражение, да, в это нас повезло, они вышли, обыграли Англию 3-1, понимаешь, там, да, вся страна уже кипятком ссала, понимаешь, потому что забил Кокорин 2 гола, Андрея, Сашка Кокорин 2 гола англичанам отгрузил, сейчас за Динамо не может выше 6-90 сыграть 6-30, ну что, 15 миллионов он стоит, за что, это кошмар, Павлюченко хоть, знаешь, как-то свое дело знал, когда англичанам забивал, а это, черт знает, закатил, там Егошин 9 игры получил отца. Ну, потом они, по традиции, в следующем матче слили, я не знаю, какая у них была тактика, но Егошин нападающий, Киржаков нападающий, Кокорин тоже нападающий, и они не смогли австрийцам забить, я не знаю, я смеялся, да, и потом в товарищеском матче обыграли голландцев, Юсупов забил гок, слушай, я, я, я уже, я уже не знаю, что здесь происходит, а то Юсупов забивает голыбинь, кошмар, ладно, я оставлю вас с этими мыслями, чтобы вам было над чем подумать, Юсупов, он за какую-нибудь команду тут наступает, или что, он, он, он что, свободный агент, подожди, подожди, или он, он, он динамо остается, он просто его не показывает, ну, сейчас посмотрим, а тут, а, ну, все в порядке, я уж, за Юсупов у меня уже сердце, ну, как это, выгнали такого гения, распасовщика, русского хай, ну, ладно, спасибо за просмотр, удачи и аривуа.